Общий шалом, я Зайцман, это канал Экономисты на час. Когда собирал информацию к этому выпуску, я очень долго тупил. Наступительным словом. Предисловие, так сказать, не складывалось. И попив чай, я решил, что ну и так сойдет. Банковские карты без верификации. Что это такое? Нахуй нужны. Ну и где их взять? Как ты заметил, заставка к выпуску была обычная. Это значит, что в выпуске нет никакой рекламы, и название компании, которые ты услышишь в выпуске, озвучены с целью ознакомления. А они рекламы. Что такое верификация? Этот термин можно перевести на простые слова, как подтверждение личности человека. В банке, у брокера или иной финансовой организации клиент проходит проверку личности, предоставляемых им данных о себе. Предоставляет необходимые документы, подтверждающие личность, а также подтверждает контактные данные. Это необходимо для того, чтобы позднее верификация осуществляемых им операций происходила автоматически. Многие из вас пользуются картами банка, и при совершении оплаты, например, в интернете, получают смс-код для подтверждения операции. Также нас интересует верификация в интернете, например, на интернет-кошельках или платежных системах типа WebMoney, Яндекс.Денди, Киви, PayPal и прочих. Верификацию необходимо проходить у многих иностранных брокеров, букмекерских конторах и даже интернет-казино. Часто верификация на этих ресурсах ограничена отправкой сканов документов, подтверждающих личность, отправкой ссылки на указанную почту, чтобы подтвердить, что ты не бот, и редко верификация пользователя проходит через смс-код на указанный тобой номер. Сегодня не существует единых стандартов верификации. Есть общие условия, правила, которые используют 90% финансовых организаций. А это, в свою очередь, происходит потому, что эти условия им диктуют центральные банки или регуляторы тех государств, в которых они расположены. Простыми словами, Российский Центральный Банк говорит, что человек может открыть банковский счет, отправлять деньги, получать их, совершать покупки с этого счета, а счет на карте это тоже счет, то этот человек должен быть верифицирован. Также это правило распространяется на иностранные финансовые организации, действующие на территории нашей страны. Например, PayPal. А зачем? Ну, конечно, чтобы обезопасить гражданина своей страны от мошенничества. Ну, и, конечно, чтобы видеть, сколько у кого там, где деньги и мочь их контролировать, эти движения по этим счетам. И в случае, например, неуплаты налогов, штрафов и прочих задолженностей, все эти счета можно заблокировать. Все вышесказанное означает, что если у финансовой организации есть верификация, будь она офлайн офис или онлайн интернет ресурс, то чтобы пользоваться ее услугами, нужно себя верифицировать. И после вся информация по запросу попадает в твою местную налоговую инспекцию. И ты в прямом смысле становишься виден своему налоговому инспектору. О том, как поступать, если налоговый инспектор пригласил к себе, чтобы обсудить детали движения по твоей карте, смотри интервью с юристом на моем канале. Ссылку найдешь в описании. А о том, как обезопасить себя от такой хуйни заранее, слушай дальше. Существует один основной способ пользоваться услугами банка, иметь карту этого банка и быть спокойным о том, что банк заморозит твои счета. Это открыть счет в иностранном банке. Этот процесс всегда сложнее и дороже. Более того, многие банки не открывают счетов нерезидентам. Или заявляют высокий порог входа от 100 тысяч долларов. Если у тебя есть такая сумма, то единственный риск, на который ты идешь, это все-таки риск заморозки счетов с той стороны. Так как у нас действует закон об обмене информации по открытым счетам. Что это такое, посмотри в выпуске по ссылке из описания. И пусть до самой заморозки налоговикам нужно будет проделать адовую работу, и ты уже 100 раз выведешь свои средства. Хочется уйти от этого риска в принципе. Здесь способ один. Открыть счет в офшорном банке. Да и в таком, чтобы лимиты на открытие обслуживания не тяготили кошелек среднего российского обывателя. Да и в таком, чтобы делать это можно было дистанционно. В сети ты найдешь 5 популярных решений для этого вопроса. 6 платежных систем, как они себя называют, или 5 банков, расположенных в свободных экономических зонах. Это Pair, Advocash, OKPay, MoneyPolo и Payments. Для того, чтобы открыть счет в каждом из указанных банков, нужно будет пройти нехитрую верификацию. Обычно это скан паспорта и подтверждение адреса пребывания. Например, квитанция коммунальной услуги или регистрация на твою фамилию. Также подтверждается email, иногда номер телефона. В принципе все. Как на стандартном интернет-кошельке с одной огромной разницей. Каждый из этих банков не является российским налоговым агентом. А значит, не отправляет в налоговую информацию о том, что ты у них открыл счет. Более того, каждый из этих банков вообще не обязан отправлять информацию о твоих счетах по запросу артироссийской налоговой. И ни один из них не заблокирует твой счет по требованию приставов. Важно обсудить условия обслуживания в этих банках, раз уж ты собрался открывать там счет. А еще важнее понимать, что обслуживание в любом из указанных всегда дороже, чем обслуживание обычного банковского счета в России. Чтобы сэкономить время на болтовне, на экране ты видишь условия по открытию счетов и их обслуживанию. Карты выдаются международными платежными системами Visa и MasterCard. Чаще всего основной валютой являются евро, доллары или английские фунты. Картами выгоднее всего пользоваться, если ты получаешь деньги в долларах или евро, или планируешь выводить в этих же валютах. Если выводить с карты деньги на рубли, то можно попасть на дополнительную комиссию в 2% за обмен, не считая самой конвертации по невыгодному курсу. Большинство комиссий, снимаемых за проведение операции, являются фиксированными, а не процентными от суммы операции. Это значит, что выгоднее переводить на карту и выводить крупные суммы денег. Так, при выводе от 1000 долларов комиссия может составлять менее половины процентов. При использовании некоторых карт тебе придется платить за операции, к бесплатности которых ты уже успел привыкнуть. Например, смена пин-кода, проверка баланса, закрытие карты и прочее. Как ты видишь, платить придется за все. Если не за открытие счета, то за снятие или даже пополнение точно. И здесь самым интересным пунктом для нас остается идентификация. А значит, строчка карта без верификации. Такая карта выпускается по твоему запросу, но не привязывается к твоему имени. Чтобы понять смысл, представь ситуацию. Ты открыл счет в Сбери и открыл карту без верификации. Она у тебя в руках, на ней номер карты, но нет имени. Ты видишь ее в своем личном кабинете, но она не идентифицируется как твоя. Просто карта банка, которая у тебя есть. В чем прикол? Если уж уходить от риска заморозки счетов, то по полной. На эту карту ты можешь перевести средства со своих счетов. И будешь уверен, что их точно не спишут в пользу погашения долга по кредиту или неуплаченного налога. Имея эту карту, ты можешь не беспокоиться о том, что налоговая спросит. А кто это вам тут деньги присылает на вот эту самую карту? Но есть ряд минусов. В среднем на подобных картах может быть не более полутора тысяч долларов. Это значит, что при превышении лимита ты должен будешь вот эту часть денег, превышение, снять или перевести на обычный счет в этом же банке. Большинство таких карт не имеет опции бесконтактной оплаты и не поддерживается возможность оплаты через интернет. Но, тем не менее, эти карты находятся в невидимости российских налоговых органов и отчитываться по доходам на эти карты не нужно. Не, ну по закону-то, конечно, нужно. Просто за эти карты с тебя никто не спросит. Многие подобные карты имеют льготную привязку к различным порталам фрилансеров, на которые те или иные специалисты размещают свои резюме или работодатели размещают инвойсы. Так, карта платежной системы Payoneer позволяет получать выплаты от американских компаний напрямую, а также работать с крупнейшими биржами фрилансеров по всей планете. В отличие от упомянутых выше компаний, Payoneer представляет собой консолидированную американскую платежную систему. Их карту можно использовать для снятия денег по всему миру в любом бокомате. Кроме этого, ей можно расплачиваться в обычных магазинах и в интернете. При этом нет необходимости отчитываться перед государством о наличии вклада за рубежом. Технически в системе используются консолидированные, то есть общие счета для приема платежей по Global Payment Service. То есть, счет в банке США, Европы, Японии открывается не на тебя, а принадлежит Payoneer. Банковские переводы всех пользователей сливаются в общий котел, а потом просто фиксируются за балансом аккаунта и карты по каждому пользователю. Это значит, что у тебя там нет собственных денег. И как бы ты это и можешь ответить налоговой, которая спросит об этих счетах, но все-таки остается риск, что и действительно эти вот твои деньги станут общими. Это нас подвело к целевой аудитории. Кому такие карты нужны? Фрилансерам, как я уже помянул. Если ты работаешь на компании из разных стран, то это карта для тебя. Если ты хочешь вывести свои средства из российской юрисдикции, карта для тебя. Если ты хочешь оплачивать работу своих контрагентов, но не привязывать их к своему бизнесу, карта для тебя. Если ты торгуешь на бирже крипты и хочешь вывести свои средства, но не платить налоги, карта для тебя также. Но я обязан упомянуть, что попытки уйти от налогов несут за собой последствия в виде штрафов и иногда уголовного наказания. И также лично мной осуждаются. Ай-яй-яй. Налоговикам вообще сложно с подобными счетами. И даже не из-за бюрократической проволоки, а из-за технически устаревшего программного обеспечения. Или отсутствия возможности мониторить все самостоятельно. Не то, чтобы я обеими руками за развитие IT в российском ФНС. Просто я познакомился с парой интересных историй на форумах, ссылки на которые даю вам в описании. Суть истории в том, что при всем желании ФНС очень сложно, а иногда невозможно заблокировать деньги на российском интернет-кошельке. Топорно и тупо, когда инспектор смотрит на счет, видит его владельца, видит деньги, не может эти деньги списать. По ссылке истории почему и также лайфхак для тебя. Что делать, если на твой интернет-кошелек посягается налоговый инспектор или пристав? Пиши в комментариях, нужен ли отдельный выпуск про интернет-кошельки. Если нужно, то что о них нужно рассказать? Обнимаю, целую, желаю богатство. Рами.